В рамках кампании «Герой нашего времени» Первый Приднестровский продолжает рассказывать о простых людях, которые своим повседневным трудом вносят лепту в становление республики. Сегодняшний сюжет об Александре Геореску, простом механизаторе. Александр Геореску из села Грушка Каменского района – потомственный механизатор. Его отец более 30 лет проработал на тракторе в местном колхозе. Во время школьных каникул Саша вместе с ним гасил горох, тюковал сено, пахал землю. Еще тогда он сделал свой выбор – работать на земле. Профессию тракториста Александр освоил в Каменском политехническом техникуме. Получив права механизатора, на работу вернулся в родной колхоз. Два комбайна было. Некому работать. Председатель говорит, вот молодой специалист, возьмешь комбайн. Я говорю, а почему? Давайте попробуем. И там было два комбайна – Дон и Нива. Нива старенькая, на Дон новее. И посадили меня на Ниву. И в первый сезон на Ниву тоже больше, чем Дон убрал. Кто понимает, что такое Дон, что такое Нива. В колхозе трудился 8 лет. После его развала пришел на работу в самое крупное сельхозпредприятие района – Каменский Колос. Здесь он трудится 7-й год. Первое время приходилось нелегко, вспоминает Александр. Мощные современные тракторы и комбайны осваивать пришлось самостоятельно. А сегодня он – один из опытнейших механизаторов хозяйства. Мне нравится работать, особенно вот сейчас на новой технике. Без пыли, без мазутов мне так тяжело. С кондиционером не очень так и легко на ней работать, но мне удается. Компьютер этот там немножко перепрограммировать, отрегулировать. Осенью на мощном тракторе Александр пашет землю. Весной занят на посеве, а во время жатвы пересаживается на комбайн. Рапц, пшеница, подсолнечник, кукуруза. На уборке этих культур его экипаж занят с июня по октябрь. Нас трое на комбайне, мы подготовили его очень хорошо. Подшипник даже еще немножко хороший, но немножко шатается. Мы его заменили, новые заказывали, заменили, чтобы не сидеть во время уборки в жару и менять. Комбайн нас не подводил ни в один день, ни ночью, ни днем. Комбайн он как бы тоже, вот как и своя машина собственная дома. Не будешь смотреть за ней, не будешь ездить. Мы работаем вместе уже целый сезон, целый год. Вот прихожу, к примеру, я на смену, он всегда постарается объяснить. Там посмотри на тот шкив или на тот ремень, или смотри на тот подшипник. Он всегда подскажет. Очень мы с ним так сработались. И приятно с таким человеком работать. Весь свой опыт он передал мне, да и не только мне, всем, кто что-то, может, не знает, что-то где-то. И он всегда подскажет. В общем, как человек он дружелюбный, компанейский. Победителем жарбы стал Александр Геореско. Благодаря слаженной работе экипаж Александра Геореско в нынешнем сезоне намолотил около 4000 тонн пшеницы и более 1600 тонн подсолнечника. Таких результатов ему удалось добиться впервые. Выращивать хлеб, я считаю, это как бы мужская профессия. Я его как бы сею и потом приходит время убирать. И когда уже вот я дал на этом поле удобрения, иду убирать. Радуется душа, когда убираешь и вот смотришь в бункер, там он быстро наполняется. И техника, если не подводит, хорошо убирать. Профессия вот приносит радость вот и в семью. Сейчас механизаторы уже готовят технику к новому сезону. Для Александра он начнется уже в марте с подкормки озимых культур. Ирина Полесико, Валентина Стасишина, Юрий Занечковский. Первый Приднестровский.